Первый спортивный городок теперь радует жителей Ленинского района нашего города. 20 тренажеров для силовых упражнений и занятий гимнастикой теперь доступны севастопольцам, проживающим в домах по улице Николая Музыки. Про этой площадки в правительстве города начали реализовывать в конце 2012 года, рассказывает представитель департамента городского хозяйства Николай Аралин. Проектирование велось в течение 2018 года и в четвертом квартале, буквально в конце 2018 года уже были выполнены строительно-монтажные работы. Сейчас после определенных работ по приведению прилегающих территорий в более-менее надлежащее состояние, вывоз остатков строительного мусора крупногабаритного, который здесь находился еще с давних времен, поскольку пустырь все-таки был в достаточно запущенном состоянии, вот сейчас мы приехали инспектировать данный объект. Прочность, качество и функционал каждого элемента проверил и заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. Ну, существенная разница, когда перемещаешь. На создание этого спортивного городка потратили почти 3 миллиона рублей. Площадка находится на балансе управляющей компании «Центр». Я там на некоторых стадиях установки оборудования, в том числе подготовки площадки, я здесь был. И для меня, в общем-то, уже ожидаемо было все то, что я здесь вижу. Но, тем не менее, вот сейчас первый раз, когда работы закончены полностью, мне понравилось. Мне понравилось, во-первых, все так добротно, хорошо сделано. Действительно, это там не просто какой-то гимнастический, как мы везде ставим, гимнастические городки, там турники, брусья, лесенки. Здесь целый комплекс тренажеров. По сути, с функционалом, ничем не отличающимся от функционалов фитнес-центров. Вице-губернатор рассказал о планах дальнейшего благоустройства этого двора. Владимир Базаров уверен, что здесь нужна и детская площадка. А вот гаражи лишние. Для взрослых все сделали, детям, в общем-то, тоже нужно городок какой-то поставить. Ну, вот так, если по сторонам посмотреть, вот гаражи, так это к сносу, на мой взгляд, я не знаю, там проверим, выданы уже уведомления или не выданы. Но гаражи надо сносить, надо здесь разбираться с парковкой. Еще раз говорю, что такой густонаселенный район. Здесь проблемы, вот мы видим, и с парковками автомобилей, и с пешеходными дорожками. Ну, вот все эти части нужно там, шаг за шагом, нужно приводить в нормальное состояние. В дальнейшем такие спортивные городки появятся и в других районах нашего города. В частности, чиновники планируют разместить их вблизи моря. Дарья Юхновская, Юрий Риутин, Севинформбюро.